Ну вот, снова нахлынуло. Ну почему я один? Ну чем я так плохо? Да ты не переживай, я тебе не дам в обиду. Да я и не переживаю, я сам все смогу и всем докажу. Вот-вот, расскажи мне лучше. Я не понял, а ты что со мной, телефон что ли разговаривает? Я же вроде не набирал никого. Это ты со мной говоришь, а не я с тобой. Не, ну я действительно никого не набирал, что за... что за... что происходит? Улыбнись. Да не так. Кстати, знаешь ли ты, что первая виртуальная эмоция была передана в 1979 году и выглядела вот так? Не похоже, правда? А первый привычный нам сегодня смайл появился лишь три года спустя. Слушай, а ты не нравишься и вещи нужные говоришь. А может ты за меня еще и улыбаться будешь? Я еще и не такое могу, смотри. Мда, и даже ты надо мной издеваешься. Но мне даже нравится, тем более определенно нравится. Хочу себе такую аватарку. Ишь какой. Сам делай. Вариантов десятки. Смотрим? Ну что ж, смотрим. Всем привет, меня зовут Татьяна Прилепина. А это моя страница на блогах Матрицы, в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Аватарки. Они имеют значение. По исследованиям известного интернет-портала Мэйшебл, как раз на них обращает внимание большинство пользователей. Как говорится, встречают по одежке. И в сети тоже. Новому веку новый фрикит. Виртуальный. Как создать оригинальную аватарку и повеселить друзей. Легко. В интернете уже десятки сайтов, как это сделать быстро, оригинально и, главное, бесплатно. Тренд сезона. Анимированные аватарки. Их много на все случаи жизни. Но лучше завладеть не только оригинальной, но и уникальной. Сделай себя сам. В этом тебе поможет портал fo.to. В разделе «Мультяшки и анимация» выберите эффект «Трансформация лица». Для удобства поставьте галочку «Вырезать область лица». Так вы лучше разглядите эффекты. А теперь, сколько душе угодно, играйте с предлагаемыми эмоциями. Полученное изображение вы можете сразу сохранить у себя на компьютере. Тут же в разделе «Рамки и коллажи» вы сможете сделать прикольную открытку другу. Подберите шаблон и экспериментируйте. В режиме реального времени делать фотографии можно и на сайте lunapik.com. Загружаем фотку. Если хотим отредактировать изображение, то есть провести подготовку перед визуальной операцией, смотрим влево. Тут расположена панель боковых инструментов. Подрезать, повернуть, увеличить. А теперь вверху выбрать анимацию и в произвольном порядке накидывать эффекты на фотку. Хотите, чтобы все увидели, что вы натворили? Сразу отправляйте в Твиттер или в Фейсбук. Хотите поиграть в рулетку? Выбирайте три фотографии и ждите обработки. Не понравилось? Ну что ж, делайте тогда сами. Выбор, конечно, не так велик, как на предыдущих порталах, но это его и отличает от других. Обрабатываются эффекты гораздо быстрее. Можно регулировать скорость анимации и качество. Так же, как и с лунопиком, фотографию сразу же можно отправить на оценку друзьям. Более подробно об этих онлайн-фоторедакторах вы можете найти на сайте matrixdefiz.se.tv Удивляйте и удивляйтесь. Кстати, в следующий раз я расскажу, как сделать изображение самому. Теперь точно все. Продолжение следует...